Жанр MMORPG продолжает активно развиваться. Разработчики из разных компаний каждый месяц анонсируют все больше и больше новых проектов. Хотя у большинства напрочь отсутствует дата релиза, и сейчас крайне сложно предположить, когда именно они попадут на наши персональные компьютеры, существуют и те, которые находятся в разработке уже длительный период времени. Одним из них выступает Perfect New World, про который вы уже, возможно, слышали, и который достаточно долго вводил в заблуждение широкую аудиторию. В сегодняшнем видео мы обсудим всю известную про него информацию, а также затронем дату релиза, которая вроде бы наконец наметилась. Однако, прежде чем мы перейдем к этой теме, мне бы хотелось вспомнить про моего постоянного спонсора. А в роли спонсора сегодняшнего видео выступает самый крупный русскоязычный игровой сервер по классическому Perfect World – Comeback PV. Современный Perfect World может порадовать своих преданных фанатов множеством очень сомнительных игровых систем и довольно жесткой системой монетизации. В отличие от него, Comeback PV предлагает вам возможность окунуться в две самые популярные и любимые версии клиента, среди которых 1.3.6 и 1.4.6. Бонусом же идет специальный сезонный сервер, который будет существовать всего один год под версией 1.4.6X. Не переживайте, персонажи с него после закрытия перенесут на основной мир, но до этого момента вы сможете насладиться невероятным онлайном под 8 тысяч активных игроков, а также множеством приятных улучшений игрового процесса. Да, разработчики потрудились над своим миром, а поэтому для вашего удобства на сервере присутствует возможность продавать лут и пользоваться банком прямо в вашем инвентаре. Здесь отлично работает автопуть, но что еще важнее, присутствуют оффлайн-коты. Бонусом же идет больше десятка активностей, за которые вы можете получить реальные призовые, до 1.4.6.6. И если вдруг вы загорелись с желанием поиграть на нем, знайте, что по моей специальной ссылке в описании, вы не только получите дополнительные награды после регистрации, которые упростят вам освоение этого сервера, но и начислите некоторое количество лично мне. Удачи! Впервые про то, что компания Perfect World Entertainment работает над продолжением своей самой известной вселенной под названием Perfect World, стала известна в начале апреля 2018 года, больше 5 лет назад. Тогда разработчики в ходе проведения своей собственной выставки объявили, что команда трудится над 10 разными проектами для всевозможных платформ. Одним из их будущих релизов должно было стать новое MMORPG, которое получило кодовое название Perfect World Remake. Разработчики признавали, что официальное название еще не было придумано, но этот вариант неплохо передавал основной посыл команды. Ключевые аспекты строились на создании игры в рамках нового, гораздо более удобного игрового движка Unreal Engine 4, а также на планах обновлять оригинальную игру и далее. В частности, команда сообщила, что ведет работу над глобальной переработкой движка Angelic 3D, который использовался в первой части. Итогом этих трудов должна была стать полная переработка графической составляющей проекта, но мы до сих пор не получили никаких данных на этот счет. Какие-то новости или подробности начали просачиваться в сеть только спустя один год. В апреле 2019 компания Perfect World Entertainment внесла в рабочий список своих игр Perfect World Console Version, которая обозначала принадлежность будущего проекта. В ней указывалось, что команда планирует выпустить игры на платформах Xbox и PlayStation. Это закономерно вызвало определенное волнение в сообществе, касающееся дальнейшего запуска игры на персональных компьютерах, но на все вопросы, поступающие как от СМИ, так и от преданных фанатов, ответы даны не были. Ситуация изменилась только в апреле 2021 года. Да, вы все правильно поняли. В течение этого периода времени разработчики не публиковали вообще никаких данных, а из компании не происходило никаких утечек. Тем не менее, с его приходом разработчики официально анонсировали свою будущую игру во всем мире. Она получила название Perfect New World. И именно в этом виде продукт дошел до нас. Данных было опубликовано не так много, но некоторые все же в сеть утекли. Оказалось, что в планах Perfect World Entertainment запуск серверов проекта по всему миру и на всех ключевых языках. Вместе с этим подтвердились и доступные платформы. Роли них выступили персональные компьютеры, Xbox и PlayStation. Версия для мобильных устройств не предполагалась. Но вместо этого компания выпустила для нее отдельную игру под названием Perfect World Mobile. Мы, кстати, ее уже разбирали на канале. Посмотрите, если еще не. Касательно же остальной информации, ситуация снова повторилась. Компания ушла в спячку и перестала публиковать новости до апреля 2023. Спустя еще два года команда наконец расщедрилась на подробности и даже рассказала про системные требования, а также планы на будущий игровый процесс. Выяснилось, что технически Perfect New World будет затрагивать оригинальный Perfect World лишь по касательной. По факту обе игры будут практически не связаны между собой. Вместе с этим были опубликованы и системные требования, от которых у преданных фанатов серии произошло защемление седалищного нерва. Дело в том, что рекомендованные требования начинаются с отметки в 32 гигабайта оперативной памяти и видеокарты RTX 3060. Рассказали и про переход на Unreal Engine 5. Оказалось, что именно эта процедура привела к задержке с выходом игры, причем на несколько лет. Однако самая главная новость до сих пор не была официально анонсирована. Дело в том, что на каком-то этапе разработки, причем по всей видимости приблизительно между 2021 и 2023, произошло изменение команды производства. Если изначально созданием игры занималась основная команда разработчиков Perfect World Entertainment, то в этот промежуток все дела были переданы небольшой студии под названием Iron Game Studio. Все бы ничего, но эта компания занята созданием мобильных проектов и небольших инди-игр, направленных на незначительную аудиторию. Опыта в создании подобных грандиозных продуктов у нее нет, что, как следствие, вызывает целый перечень вопросов. Еще страннее ситуация выглядит в контексте того, что сами Perfect World Entertainment никак ситуацию не комментировали, а запросы от различных СМИ традиционно проигнорировали. Неясен вопрос издательства, ведь во всех свободных источниках его приписывают Iron Game Studio. Причем касается это как версии в Китае, так и версии во всем остальном мире. Найти подобные упоминания можно прямо на официальной странице проектов Steam, да и на различных иных площадках тоже. С чем связаны подобные метаморфозы сказать очень тяжело, и на текущий момент у сообщества нет даже гипотетических предположений. Впрочем, это далеко не все данные, которые оказались в сети, ведь вместе с появлением новой порции информации стало известно о предстоящем бета-тестировании. Его анонсировали также в апреле 2023 года, а старт был запланирован в закрытом формате уже 4 мая. Если вам интересно, оно уже началось, и довольно результативно проходит по всему миру. Однако на всех участников действуют довольно строгие ограничения NDA, которые не позволяют даже делиться впечатлениями, не то что визуальной составляющей или какими-то записями игрового процесса. Но если говорить строго между нами, то это просто отвал башки. С технической составляющей и историей мы вроде бы разобрались. Как вы можете заметить, они довольно неоднозначны и вызывают довольно широкий спектр вопросов, но все это можно опустить, если мы увидим достойный игровой процесс. Удалось ли разработчикам его создать? Вопрос с визуальной составляющей можно сразу же опускать, потому что в этом плане у Perfect New World все замечательно. Игра выглядит на свои рекомендованные системные требования, и ничем не уступает главному титану жанра – Black Desert Online. Более того, по многим аспектам она еще его и превосходит. К примеру, анимации, да и в целом их плавность, здесь значительно лучше проработаны, в результате чего игровой процесс ощущается гораздо более приятно. Отсутствуют здесь и токсичные анимации, которые довольно быстро вызывают усталость в глазах. Здесь они все еще весьма качественно проработаны и выглядят довольно красочно, но их общая яркость значительно меньше, что серьезно влияет на ваше восприятие. Впрочем, другого ждать от движка Unreal Engine 5 и не стоило. Так что давайте попробуем разобраться с контентом. Первое, что вы должны принять как факт, это то, что Perfect World, который вы знали последние лет 15, и Perfect New World, связаны между собой приблизительно так же, как вселенная World of Warcraft и фильм Стивена Спилберга первому игроку приготовиться. Проще говоря, какие-то узнаваемые персонажи, локации, предметы и куски истории вроде бы есть, но по факту произведение абсолютно о другом. Основа сюжетной составляющей заключена в довольно простой и фатально непонятной фразе, которая гласит, что игрокам предстоит стать укротителями духов, которые отправятся на поиск реинкарнации духа Прайма. Что это значит, с точки зрения разработчиков, не объясняют даже инсайды закрытого бета-тестирования. А поэтому самым благоразумным шагом с нашей стороны будет пропустить этот момент и перейти к классовой системе. Здесь все тоже весьма неоднозначно, ведь с самых первых дней анонса еще в 2018 году разработчики открыто говорили, что в их планах презентовать игрокам всего три класса, среди которых Берсерк, Пьяный Мастер Меча и Меченосец. Каждый из них представляет одну из трех рас, а поэтому классы привязаны к ним. Также на текущий момент достоверно неизвестно, существует ли система изменения пола, ведь все данные, которые всплывают в сети, указывали на то, что он привязан к вашей расе. Все три героя выступают в роли бойцов ближнего боя с определенными особенностями. К примеру, Берсерк строит свою боевую механику вокруг орудования двумя двуручными видами оружия, среди которых присутствуют мечи и топоры. После же накопления определенного уровня ярости, он превращается в Кратос Айз Года Уо, бросает оружие и начинает атаковать противника в рукопашную, восстанавливая приличное количество здоровья. Пьяный Мастер Меча это близкий по смысловой задумке к Стражу из прошлой версии персонаж. Он тоже способен атаковать в ближнем бою за счет своего двуручного клинка, но при желании часть его навыков может наносить повреждения на небольшой дистанции за счет сил природы, которые вселяются в его оружие. Его ключевой особенностью является идеальное владение этим типом вооружения, что позволяет ему делать очень быстрые выпады. Меченосец же выступает вроде идеального баланса между двумя этими персонажами. Он использует в качестве ключевого оружия два небольших клинка, а его стиль боя предполагает очень быстрые, но слабые атаки. Таким образом он выступает в роли самого проборного персонажа, который создает больше всего угрозы для плохо защищенных целей. Вам может показаться, что классов как-то маловато, но разработчики из Iron Game Studio уже ответили на это замечание и сообщили, что проект до сих пор находится в разработке, а поэтому к релизу доступных классов станет больше. Здесь есть некоторые оговорки, вроде тех, что их количество так и не увеличилось с 2018 года, а это без малого 5 лет. Но мы это опустим и оставим для самого конца пункта. Есть интересные подробности и про боевую систему. Она выглядит довольно необычно, как для 2023 года, так и для жанра в целом. Дело в том, что разработчики сделали акцент на отсутствии цели. Причем речь идет про честную систему, как в том же New World, который выходил относительно недавно. Тем не менее сопровождается это все обычной панелью навыков, которых в проекте довольно много. Что еще важнее, так это то, что между ними существует синергия, которая на выходе генерирует различные комбинации. Проще говоря, игровой процесс чем-то напоминает упрощенный вариант Black Desert Online, в котором вам нужно было заучивать порядок применения навыков, а здесь их можно применять с панели с помощью назначенных клавиш. В вопросе же активности все довольно туманно, но общее представление уже есть. Во-первых, вы должны понимать, что акцент в проекте ставится на ПВЕ с углубленными механиками, предполагающие тесное взаимодействие игроков между собой. Таким образом, подземелья станут важной частью ваших повседневных активностей. Здесь и сейчас нам предоставили возможность взглянуть на одиночные подземелья с паркуром и головоломками, а также обычные подземелья и первый рейд. В открытом мире продемонстрировали систему заданий, которая станет отправной точкой в вопросе развития вашего персонажа и будет выступать в роли ключевого источника опыта. ПВП же составляющую свели к состязанию на рейтинговых аренах. В качестве же особенностей игры выделяют наличие свободного полета по всему миру после достижения определенного уровня, а также возможность приручения уже упомянутых во вступлении духов. После того, как вы будете получать контроль над одним из них, ваш класс будет наделяться некой уникальной способностью, которая призвана расширить ваши возможные комбинации атак. А вот наличие чего в игре на текущий момент находится под вопросом, так это осад. Осады — это визитная карточка многих проектов, в том числе и первой части Perfect World. Однако здесь про них ничего не упоминается. Более того, разработчиков довольно часто спрашивали про их наличие, но все вопросы оставались без ответа, что может косвенно указывать на их отсутствие. Да и в целом, уже упомянутый заявленный ориентир на ПВЕ составляющую может выступать в роли индикатора, говорящего нам о том, что их просто не будет. Самое же интересное касается системы монетизации проекта и даты его выхода. Разработчики не давали точной информации в этом отношении, но исходя из некоторых намеков, а также их предстоящих планов, можно сделать выводы, что в ближайшие 6 месяцев нас ждет еще одно закрытое вето-тестирование, которое должно состояться во второй половине года. Предполагается, что подать заявку можно будет уже в сентябре. Запуск же релизной версии проекта ориентировочно намечен на первый квартал 2024-го. Собственно, именно это и указывает на то, что в перспективе мы действительно можем не увидеть больше трех классов, ведь на них команда потратила 5 лет, и очень сложно представить, что за еще один год они подвезут хотя бы пару новых персонажей. Впрочем, это не единственный момент, который находится в области инсайдов и намеков. Гораздо интереснее выглядит ситуация с системой монетизации. Разработчики полностью опустили этот вопрос и не дали конкретного ответа на то, как именно они планируют распространять продукт. Самым вероятным вариантом является фри-ту-плей с довольно специфическим содержимым внутриигрового магазина. Но по сети ходят слухи, которые говорят о том, что проект может не только получить богатый ассортимент магазина, но и при этом требовать предварительную покупку. Благо, конкретики по этому вопросу еще нет, а сама команда неоднократно указывала на то, что первые подробности нужно ждать несколько позже. Мол, как только мы будем готовы с вами об этом поговорить, данные будут сразу же опубликованы. В глазах массового пользователя, а уж тем более преданного фаната первой Perfect World, ее продолжение Perfect New World представляется как полноценная вторая часть. В действительности это мало пересекается с реальностью, ведь представленный контент, игровой процесс, мир, а также история только по касательной задевают прошлые проекты. Есть некоторые вопросы и к весьма тихому изменению компании-производителя, а также издателя. В таких условиях говорить о том, что игра получится однозначно качественной и сможет передать дух своих предшественников, довольно сложно. С другой стороны, есть и положительные стороны, ведь это однозначно крайне привлекательное в визуальном плане произведение, которое должно предоставить нам уникальную боевую систему, которую мы действительно ранее нигде не видели. Что в итоге получится у Iron Game Studio, сейчас сказать очень сложно, и спешить с выводами по этой теме лучше не стоит. Самой лучшей тактикой будет ожидание появления дальнейших подробностей, которые не только прольют свет на оставшуюся часть контентной составляющей, но и расскажут нам про способы монетизации. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность, и до очень скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok